Что касается темы, объявленной, она как бы уже немножко связана с предыдущими докладами. Это один из методов, который сегодня фигурирует в нашем арсенале. Насколько, что мы должны достигать у баницентов с методическим поражением головного мозга, это известно. Тем более, еще определили цели, которые мы преследуем нашим лечением. Это, с одной стороны, предотвращение интеркраниальной прогрессии, предотвращение нарастания симптоматики. И, с другой стороны, по мере возможности сохранения качества жизни и увеличения ее продолжительности. Насколько эта проблема значима, в целом, я позволил себе просто дать статистику не мировую, а статистику нашего работы. Потому что нам непролично за 14 лет более 20 тысяч пациентов. И больные с методическим поражением головного мозга занимают у нас, как бы, в Национальном центре энергии хирургии четверть наших пациентов. И более трети это при радио-хирургическом подходе, когда лечение осуществляется за одну фракцию. Что достаточно значимо, мне кажется, и является достаточно показательным. Особая проблема, как уже выказывалось, возникает именно, вызывает большие метастазы. И разные подходы, существующие к лечению, так или иначе, связаны с использованием хирургии, дополнительных методов. Самое важное показание сегодня, именно к удалению опухоли, когда радио-хирургия предзанимает все больше и больше роли, и показано ее значимо, если она является альтернативой при относительно небольших очагах, и в том числе и при крупных очагах, в режиме гипфракционирования. То все равно, конечно, когда мы видим картину подобную на данном слайде, то, безусловно, вопрос об удалении или какого-то другого не возникает. Когда мы видим нарастающую симптоматику, давление срединых структур, выраженный отек, то, конечно, тем более при нарушении гипертензии, то, конечно, этот очаг надо удалять, безусловно. При этом, к сожалению, известно, что в любом случае, как бы мы не стараемся еще где-то удалять, а это, наверное, правильно, когда в комбинации, в какой-то тем не менее, само по себе удаление, это оно чревато очень высоким уровнем локальных лицидиев. Это тоже известные факты, они колеблица в 40-х, тут разные примеры приведены, но судя остается той же, что удаление само по себе не приводит к нашей жизни, избавляет от рецидивов, а больше, чем по случаю, они повторяются. Стандартные метод лечения, о котором уже говорилось, потому что нужно место удаления облучать, и стандартным долгие годы считалось именно облучение всего главного мозга, о чем уже Тимур Райсович говорил. Вот один из примеров возникновения локального рецидива после облучения всего главного мозга, к сожалению, наравне с токсичностью, он не предотвращает облучение всего главного мозга от локальных рецидивов, по крайней мере. Ну и от десантных тоже не всегда, но главное от локальных. И поэтому арсенал, который есть и который мы используем, он в основном заключается в настоящее время, это общая тактика лечения, это облучение места удаленного очага. Это стандартный подход, в зависимости от объема мы используем или радиохирургический подход за одну фракцию, или в момент гиперфорционирования. Обычно при этом используются разные отступы, мы обычно используем 2 мм, но литература достаточно обширна по этому поводу. Но я бы хотел обратить ваше внимание еще и вот на что. Во-первых, насколько это значимо для пациентов. Действительно, вот на этом слайде провели, опять же, работа в нашем отделении Сергея Михайловича, Милина Ремовна, показала то, что облучение, в том числе в режиме гиперфорционирования, существенным образом уменьшает количество рецидивов. И, безусловно, мы видим, что фактически в два раза у нас увеличивается контроль локальный, когда хирургия сопровожается облучением. Это факт, который надо учитывать, и, конечно, место надо облучать. Но существует еще как бы феномен лептоминегиальной прогрессии. Он может быть разный, и в настоящее время ему уделяется все больше и больше внимания. Причем авторы американские часто выделяют линейную лептоминегиальную прогрессию, узловую лептоминегиальную прогрессию. И при этом сам факт удаления, к сожалению, приводит к значительному увеличению и появлению этого достаточно грозного осложнения. Значит, по разным авторам, если мы используем момент удаления с последующим облучением, и по сравнению с просто облучением очага, когда это возможно, без проблем для пациента, то в три раза фактически увеличивается количество случаев лептоминегиальной прогрессии, при этом значительно сокращается продолжительность жизни, что достаточно значимо для этих пациентов на три и более месяцев. При этом есть определенные риски увеличения лептоминегиальной прогрессии. Это связано с величиной очага, что очевидно. Это связано с таким фактором, как пивилиричная природа раком и молочной железы. Это с локализацией образования задней черепной ямки. И вот таким образом эти все факторы, которые еще больше нас оставляют более внимательно относиться к этому феномену. Насколько он значим клинически, здесь проведенная недавно работа показали, что действительно, во-первых, у тех, у кого она отмечена, а именно именно недулярная, так называемая, то большинство этих пациентов, до 75 и выше процентов, они погибают именно от физи, от именно энерологической прогрессии, от эндракраниальной прогрессии. При этом большинство из них, естественно, требует какого-то дополнительного лечения, а оно страдает. И таким образом, интересно также, что если будем сравнивать надулярную и линейную недельную прогрессию, то, естественно, тоже очевидно, при смертности при этом недельной прогрессии значительно наступает раньше и значительно больше в количестве случаев. Но, что очевидно в связи с тем, что гораздо сложнее с ним, и превратить гораздо сложнее с ним бороться, потому что надулярная имеет какое-то ограничение. И таким образом появилась новая концепция, когда что может превратить развитие расправления опухоли во время операции. И вот появилась концепция 2014 года. Наверное, можно считать, что автор такой концепции, Эшер был, который как новый парадигм для лечения крупных метастазов, это предоперационное облучение. Достаточно много работ уже посвящено данной тематике, в том числе и наше исследование было опубликовано, которые показали, что действительно это работает, это важная опция нашего современного арсенала лечения больших метастазов. Это наш материал, который был опубликован, который как бы у нас, собственно, что мы и докладываем сегодня. Это видно, что разные пациенты с разными первичными раками, это рак молочной железы, меланома, немного отличный рак легкого, здесь приведена общая статистика, разная локализация, единичные множественные очаги, были пролечены, и результаты, которые мы имеем. Значит, не обращаю ваше внимание, что достаточно большие сроки наблюдения, и при этом локальный контроль был достигнут порядка 90 случаев уже через год после проведения лечения, с минимальным количеством развития каких-то осложнений, без неврологических осложнений, и с минимальным количеством радионекрозов. И существенное лечение продолжительности среднего жизни до 17 и более месяцев. Это один из клинических примеров. В данном случае был рецидив на фоне уже проведенного гипофарканированного лечения, перефицерно с помощью позиторонной симптомографии, развитие, по данному ПЭТа, комбинации лучевого и после лучевых изменений, и прогрессии опухоли, которая была радиохирургически сначала пролечена, и через день была удалена опухоль объемом более 25 кубических сантиметров с дозой 18 грей. Ну и через полувидность на гистологическом примере, что действительно сочетание лучевого некроза и прогрессии опухоли, и регрессии опухоли без видов токсичности, более чем полгода на данном снимке представлено после проведения данной операции. В другой момент, который вам позволяет сделать предопрессионное облучение, конечно, кроме того, что распространение опухоли, это еще и более четкое оконтурение. В данной ситуации есть пример обратный. То есть мы проводили облучение опухоли после проведения удаления наибольшего очага. И с учетом того, чтобы больным был еще 15 очагов, поэтому на гамма-ноже использовал, что можно было сделать. Вот когда, конечно, мы имеем такую полость, то, естественно, оконтуривать эту опухоль и более четко, более конформное лечение очень трудно. Конечно, очаги маленькие, они замечательно были оконтурены и оболчены радиоакологически. Вот эту полость, мы фактически контурировали не всю эту огромную полость, что невозможно облучить за одну фракцию, а, безусловно, только некие участки, которые вроде бы остались, остатки опухоли после проведения операции. То есть это говорит к тому, что оконтурение опухоли, безусловно, намного проще и намного легче нам выполнять, соответственно, конформно облучать пациентов до операции, не наблюдая уже послеоперационные изменения. Другой негативный момент, который может нести себе предоперационное облучение, это, конечно, отсутствие верификации перед проведением удаления. Поскольку в данной ситуации, предположим, это рак молочной железы пациентка, у которой прогрессия опухоли была и вне головного мозга, и при этом появился вот очаг такой достаточно большой, который, с учетом того, что больная страдающая рак молочной железы, была расценена как именно проявление метастаза. Но удаление этого облучения было, предварительно радиохирургическое облучение, и с последующим удалением, но при этом оказалось, что данная опухоль, которая всеми была расценена, в том числе нашими ведущими нейрорентгенологами, все равно это оказалось, что типичная глиобластома, как и было на этом гистологическом ледино. Что, естественно, немножко сконфузило нас, потому что непонятно, что делать в этой ситуации, проводить дальнейшее облучение места исходного роста в соответствии с современными стандартами, или наблюдать пациента, как будет развиваться локальный инвестиции или нет. Так или иначе, многие работы, которые были опубликованы, в частности в конце 2018 года, которые показали то, что безусловно предопрессионное облучение имеет свои преимущества. Оно позволяет нам снизить риск после лептонагентальной прогрессии, оно позволяет нам лучше оконтровить возможные опухоли и, наверное, увеличить продолжительность жизни и качество этих пациентов. Тот феномен, который мы обсуждали, который оказался неожиданно возник в момент этого обсуждения, что многими авторами было размечено, что в том числе сегодня очень большое значение является иммунологическим аспектом, в том числе и взаимодействие с иммунологическими сдвигами. Оказалось, что именно предоперационное облучение гораздо больше и сильнее влияет на стимуляцию иммунозумного ответа. При этом интересно, что здесь вот тоже для меня было удивлением, и сейчас это все больше и больше подтверждается, что не просто предоперационное облучение, а что интересно, что облучение в гиперпоционированном режиме, когда облучение растягивается за несколько фракций, это имеет более выраженное значение для стимуляции иммунного ответа, чем в облучении за одну фракцию. Здесь подсуммированы некие плюсы и минусы предоперационного облучения. Это увеличение локального контроля, это снижение риска электронной прогрессии, уменьшение токсичности лечения, уменьшение количества радионекрузов и увеличение системного контроля, то есть сокращение времени до системной терапии. При этом недостатки тоже, как мы уже очевидны, это то, что мы не имеем ортологической верификации до этого, то, что вроде бы, хотя на самом деле процесс организации работы содержит время от проявления заболевания к операции, и вроде бы, но это чисто теоретически может привести к проблемам с возраживлением ран, хотя мы этого не наблюдали в нашей серии. Поэтому вопросы, которые они остаются, вопросы показаний к этому лечению, вопросы организации нашего процесса, вопросы, как все-таки это влияет, влияет ли на расстегуляцию иммунитета, ну и в целом, на самом деле, тема техника облучения, дозы, которые мы все оптимальны, время и так далее. Для того, чтобы эти вопросы решить, необходимо, конечно, дальнейшее исследование. И вот о таком исследовании было заявлено совсем недавно. Это были американские авторы, заявили о том, что, да, это очень важный момент, да, это очень здорово, но надо все-таки это дело довести до разумного конца. На самом деле, вот даже анализ с такой комбинированных результатов лечения, которые включаются рецидивы, там, симпатичный некроз, тренировка прогрессии, конечно, в пользу предоперационного облучения, конечно, намного ниже различные побочные реакции, в сравнении с тем, что происходит, если бы облучали после проведения операции. А с другой стороны, проведенная статистика показала, что даже ориентировочные расчеты точнее показали о том, что это использование предоперационного облучения, если они будут использоваться в качестве, если они будут использоваться в качестве национального стандарта, то позволят значительно уменьшить расходы на стоочки здравоохранения, на лечение данных пациентов, что, конечно, является всего лишь сегодняшний день, когда все считают деньги очень и очень важными. Для того, чтобы окончательно разобраться в этом, было предложено рандомизированное исследование, которое, собственно, вот сейчас было нам предлагать, ну, и нам предлагается, использоваться в нем участие, поскольку это очень важно, именно рандомизировать группу пациентов пред и после операционного излечения, при этом важным критерием является локализация этих очагов, это задняя ямка или поверхностное лечение, и надеяться, что при оценке продолженности жизни и локальных осложнений развития прогрессии позволит нам окончательно отдать предпочтение тому или иному методу лечения. Большое вам спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное спасибо, Андрей Владимирович. Кому, кто хочет задать вопросы? Михаил Маркович. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Как всегда, конечно, великолепный доклад. Андрей Владимирович, у меня два таких вопроса. Во-первых, вот где та граница, когда мы проводим радиохирургическое лечение или предоперационное облучение? Вот до какого размера очагов мы можем считать, что мы облучили его и, в общем-то, лечение на этом завершили? А когда мы должны продолжить? И второй вопрос. В какие сроки мы должны успеть с хирургическим лечением? Ну вот, я уже говорил о том, что мы находимся в начале пути, и действительно техника, она не отработана. Точные показания точно не определены. Но что можно сказать из комментариев? О том, что действительно, кажется, многие эти ситуации, они пока формулируются, сейчас у нас показания, как бы на ощупь. Когда мы видим симпатоматическое проявление некроза, конечно, здесь идет речь о хирургии. Когда мы видим, в предположении, в большом человеке, о хирургии. Когда мы видим речь о небольшом человеке с выжимым оттеком, тоже о хирургии. То есть желательно, и потом мы выделили наблюдение, я его изнесла приводить, кто же известный, что вообще как бы хирургия сама по себе, в дополнении с лучевой терапией, все-таки лучше, чем чисто сама лучевая терапия, естественно, тогда, когда возможно принять хирургии без проблем для пациентов. Когда мы говорим о безопасной резекции, если мы видим, что данная резекция может быть привнести наоборот, а не улучшить состояние пациентов, конечно, мы даем предпочтение лучевым методам лечения, используя без применения хирургических методов. А с точки зрения, опять же, времени проведения, ну вот у нас, вообще считается, мы все боимся, почему мы говорим все о хирургии, облучении хирургии. Мы, конечно, боимся вроде бы, можно всем извинить, что облучение больших очагов, тем более высокими дозами, может привести к развитию отек и так далее. Но на самом деле, то, что в те сроки, которые мы видели, обычно нам считается, что это сутки, которые нам оптимальны для того, чтобы провести облучение, затем удаление опухоли. Но, опять же, понимаете, тем более в силу того, что сейчас, ну, представляете, как организованный процесс, мы должны, не можем, там, возьмите, там, две квоты, мы не можем, там, поэтому, иногда процесс растягивается, да, потому что надо закрыть одно лечение, а теперь, в принципе, другое лечение, то есть, но при этом иногда у нас было максимально, мы оттягивали лечение за нескольких дней, да, сколько у нас, 3-4-5 дней даже было, и при этом мы не видели в это время проблем для пациентов. То есть, мы считаем, что 1, 2, 24, 48 часов, но, еще раз говорю, при улучшении этих сроков даже больше того, мы не видели каких-то серьезных проблем. Поэтому оптимально считаем 24, 48 часов. Но увеличение по непредвидимым причинам, пока не в нашей серии, не послужило проблемой для пациентов. Спасибо большое. То есть, это все-таки должно быть в одном, наверное, хирургическом учреждении? Конечно. По-другому это невозможно. Естественно. По крайней мере, безопасно, чтобы это было безопасно для пациентов, безусловно. Тимур Айзович, я хотел задать вопрос, я видел. Очень интересный вопрос. Ну, интересно, а вопросы с ним можно? Что касается менингиальных, прогрессирования болезни. Это дефект диагностики, может быть? Или это действительно прогрессирование болезни? И есть ли какая-то зависимость с гистотипом опухоли? Молочная железа это или рак легкого? Ну, по поводу диагностики, очевидно, что этот вопрос как бы не имеет ответа, да, потому что слишком разный уровень диагностики. И мы знаем даже, что, опять же, я ссылаюсь вроде как к некому абсолюту, к нашим ведущим регионологам, не всегда это четко видно. Иногда мы больше разъясняем на клинические данные, чем на реальные. Хотя я думаю, что процессы, опять же, времени, но со временем мы сможем более четко отвечать на эти вопросы. Но, с учетом того, что все-таки вот эти цифры, которые проведены, именно когда она верифицирована, или какая-то разница в течение болезни, все-таки, наверное, в основном это именно развитие лепомидиальной прогрессии после лечения, чем недоучетки данных до того. Ну, опять же, то, что мы видим, то мы и описываем. А с другими фенотипами, действительно, это есть, как я уже говорил, здесь четкая закономерность, что именно при раке молочной железы вроде бы это бывает чаще. При каком-то я уже фенотиповой, я уже не могу сейчас уточнять, но принципиально чаще, чем даже при том же немецкогличном раке легкого, предположим, или меланом. И еще, если можно, с точки зрения хирургической тактики и как нейрохирурги говорят, есть ли разница облучать предоперационный очаг или в котором не проводилась лучевая терапия, технический и функциональный? В те сроки, о которых мы говорим, врачах, в разнице нет. А, все, спасибо. Дальше это тоже вопрос спорный, на самом деле, более далекий, но в эти роды однозначные они. Есть ли у кого-то еще вопросы? Сергей Васильевич. Вот рак метастаза, рак молочной железы. Независимо от того, какой это рак молочной железы. Сергей Васильевич, а вы можете микрофон на Сергею Васильевич? Какой это рак молочной железы? А, или Б, трижды негативные, как вы тут показывали. Есть там все рецепторы кастрогеном и прогестерон и так далее. Вы с этим не считаетесь. Просто рак молочной железы, как рак молочной железы и точка. И кроме того, ведь рак молочной железы, который имеет так называемый интердуктальный компонент, он явно течет хуже, чем там, где этого нет. Вот вы совсем этим не считаетесь и берете просто рак молочной железы. Так я понимаю? С точки зрения техники лечения, да. А с точки зрения показаний к лечению в целом, есть все, конечно, потому что мы же все-таки, как правило, ведь мы больных, мы не лечим больных с, на имею виду, с первичным раком молочной железы, да. Мы лечим пациентов, которые к нам направляются с онкологами, с метастатическим поражением, которые, когда вроде бы, все-таки уже те или иные возможности, когда они высушивают системной терапией, таргетной терапией, когда предположим, чувствительный рак, да, они исчерпаны. Или они еще только предпланируются быть. Потому что мы здесь в данном случае, мы не определяем показания, особенно с позитивными, с всеми или иными формами к нашему лечению. То есть, с точки зрения нашего лечения, нашей техники, она не меняется принципиально, пока или пока, в зависимости от фенотипа. Но с точки зрения показаний к лечению, это как бы дело пациентов, уже с проявлением, с видением недостатка в головной мозг. Теперь, скажите, пожалуйста, вы облучаете радиохирургически, я так понял, может, неверно, до 14-ю год, да? И больше, и значительно больше. Значительно больше. Иногда, как бы необходимость. И какая доза дается на каждый очаг тогда? А, понимаете, опять же, мы, конечно, зависим от, опять то, что говорил Сергей Михайлович немножко, а в зависимости от количества очагов, их величины и дозы, приходящиеся на то, что говорил Сергей Тимур Раисович, на нормальной ткани. Поэтому мы стараемся, чтобы эта доза была по возможности. Если очаги небольшие, то это не менее 18 игры. Если очаги, если нам позволяет общие нагрузки на нормальные ткани головного мозга. Ну, 14 – это такое, так сказать, число, откуда-то взявшееся. Это просто конкретный больной был. И это больше нельзя. Нет, 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 нет. Почему? Еще раз говорю, мы облучали единократно до 40 очагов, японские авторы до 80 очагов. У нас был пациент, который, собственно, слава богу, и сейчас есть. Но, опять же, не за одну фракцию, за несколько фракций так получилось, там было больше 100 очагов. Почему? Потому что, опять же, не то, что мы изощрялись, а мы, а эта пациентка к нам пришла на фоне облучения силоговного мозга. Молодая женщина с охранной, которая не была другого пути развития дальнейших заболеваний, которая на фоне системной терапии, после облучения силоговного мозга, но молодая с охранной женщиной с ракомолочной железы, которой мы за 4 фракции облучили больше 100 очагов, и при этом она неврологически вот сейчас находится в состоянии Карновска больше 90. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ